Добрый вечер, друзья! Мы в Московском Международном Доме Музыки. Сегодня предпоследний день конкурса, завтра гола, сегодня финал старшей группы. И я с большим удовольствием представляю вам Катю Сканави, лауреат международных конкурсов, замечательная пианистка, мой друг и соратник. Да, по нашему непростому делу. Кать, вы были во всех этих переездах, перелетах. Все не зря? Нет, совсем не зря. Ну что вы, видите, какие дети изумительные. Один лучше другого. А сколько занимает времени подготовка к конкурсу, вот если принимать время не только путешествия? Вот сейчас закончится конкурс, и когда начнется следующий тур, путешествия по отбору? Ну, девочки, которые в офисе делают работу, вот этот невидимый наш фронт, они, наверное, начинают через полгода, наверное, после этого конкурса уже готовить следующий. А мы начинаем ездить за, получается, за три месяца до конкурса, за четыре месяца до конкурса. Я напомню, здесь три возрастные группы от восьми, в общей сложности, до 22 лет участники. Кто-то на прослушиваниях или кто-то уже на турах или вот на финале играл так, что вам показалось, что тут есть чему поучиться? Конечно, у каждого ребёнка есть чему поучиться, безусловно. Вообще, когда сидишь в жюри или слушаешь кого бы то ни было, или учишь, или даёшь мастер-класс, всегда учишься, конечно. Здесь, во-первых, дети есть, которые совершенно свободно себя чувствуют в разных стилях, что очень, ну, даже неожиданно, можно сказать. Когда маленький ребёнок прекрасно играет позднего Шумана или пьесы Дебюсси, или какой-то такой очень, ну, какую-то сложную музыку, вот именно музыкантском смысле, которая требует какой-то зрелости. Это для нас большое какое-то потрясение прямо. Потому что то, что они умеют играть быстро и качественно, и что они пианистически достаточно свободны, к этому мы уже, ну, можно сказать, что привыкли. Ну, наверное, в начале 20-го века, в середине 20-го века можно было говорить о различии школ. Лев Николаев в Ленинграде так учил Шостаковича и Марину Юдину, а в Джулерде учили Вэна Клайберна немножко по-другому. Сейчас из-за того, что информация получается мгновенно и достаточно в любых количествах, эти грани стираются в пианистических школах? Даже вот в таких деталях, я не знаю, педализация, стаккаты. Ну, во-первых, сюда глобализация тоже, конечно, проникла. Люди, которые родились в Китае, учатся в Лондоне у русского педагога. Здесь, наверное, в общем, единственным исключением могут быть ребята из Северной Кореи, которые, конечно, сидят там у себя в достаточно замкнутом обществе и изолированы от любых, в общем, традиций. Кроме как раз русских, потому что если туда кто-то и ездит, то, как правило, именно русские. Ну, в таком случае, это такой островок абсолютно независимого подхода к школе обучения. Вот они чем-то отличаются, северные корейцы? Вы знаете, они нас поразили тем, что, несмотря на то, что там, в общем, труднодоступны, если не сказать вообще недоступны, записи, туда практически не ездят люди на гастроли. То есть это в каком-то смысле даже не так, как было в Советском Союзе, а еще более так, просто совсем интенсивно они отгорожены. Вот. Не уверена, правда, что мы можем об этом говорить. Мы можем говорить о чем угодно. Ну, в общем, так как в глобальном смысле, в масштабе всей страны там нет ни интернета, ни ютуба, соответственно, ни хороших нот, хороших редакций. В общем, это довольно поразительно, насколько они сами, изобретая свой велосипед у себя внутри вот этой вот отдельно взятой страны, все равно умеют быть, ну, многие из них живыми, достаточно внутренне свободными при таких вот обстоятельствах, конечно, которые полностью этому препятствуют. И вот у нас получилось, что достаточно мы много детей оттуда отобрали. Я хочу спросить о такой сопутствующей вещи, сопутствующей пианистическим гастролям, игре, вообще искусству, как бизнес. Потому что каждый стоит столько, сколько за него платят. Надо ли мальчишек и девчонок, которым 15-16 лет, и вот они все такие в искусстве, они вот прям занимаются, готовить к тому, что есть злобные импресарио, а есть очень хорошие, порядочные люди в этом бизнесе. Надо ли учить их тому, с какими агентами общаться, с какими не общаться. Или может быть сейчас вообще такое время, когда каждый в конце концов будет отвечать за себя, интернет в этом смысле поможет, каждый из менеджеров какого-нибудь крупного концертного зала посмотрит, послушает, и вообще этот институт импресарио менеджмента музыкального отомрет? Ну, вы знаете, во-первых, тенденция, которую мы увидим сейчас, это уже достаточно много последних лет, это то, что артист действительно должен делать все больше сам, гораздо больше, чем во времена великих импресарио, типа соло-юрока, когда все, что требовалось от артиста, это быть готовым, заниматься искусством и вовремя прийти в зал. В общем, сейчас, конечно, все, что касается организации своих концертов, нахождения этих концертов, описания писем, напоминания о себе, соцсети, это все, конечно, делается самими артистами, гораздо в большей мере, чем раньше. Ну, во-первых, нас всех стало намного больше, и, соответственно, тут, конечно, это не секрет, что конкуренция, поэтому, естественно, огромная, и тоже гораздо больше, чем была. Но эти молодые, вот они умеют как-то жить совсем в других условиях. У них скорость, с которой они действуют, скорость, с которой они распространяют свое внимание сразу на 15 гаджетов, по которым они одновременно пишут, звонят, помещают фото в Инстаграме и так далее. Она же совсем другая. Поэтому мне они вообще все очень интересны. И их разнообразие, и то, насколько они не похожи между собой, не похожи на нас, не похожи вообще, каждый из них совершенно удивительно. И то, что они играют, например, с разницей в один день абсолютно разным образом, тоже нам представляет определенные трудности, потому что нас, конечно же, критикуют, что «А, вот это? Вот если вы это пропустили, как же это моя ученица не прошла? Ну, потому что мы не виноваты, если у человека вот в этот момент случится, типа, bad day, и он играл неудачно, это никто не может предсказать. Каждый из нас имеет на это право, и они тоже. Конечно, на них огромное давление, и все это прямые трансляции, они живут тут, как, наверное, многие из них никогда не жили в хорошем отеле, играют в огромном зале. И да, вот можно сказать, что давление – это тоже урок для них огромный. И я считаю, что этот конкурс приносит невероятную пользу не только тем, кто его выигрывает, но и тем, кто просто принимает в нем участие, как даже просто только лишь в сольном туре сыграть. Жалко, что мало публики, меньше, чем мы бы хотели. Было там, в камерном зале, здесь уж получше. И вот как я у многих спрашивала, кто приезжает, например, уже не по первому разу. Ну, а я хотела бы сыграть с оркестром. Ну, что мы можем как-то сказать, что это непонятная мотивация? Да нет, прекрасная мотивация. А где найти возможность играть с оркестром в наше время многим людям? Это очень интересно. Ну вот. Ну, да, возможности конкурса совпадают с желаниями участников во многом. Я хочу спросить, было ли, вы прям чувствовали это, что человек выходит на сцену и начинает терять? Вот прям такие потери какие-то нелепые. Да. Но, как вам сказать, здесь же, во-первых, это огромная, вообще-то вся эта тема, она очень большая. Насколько мы, судя детей, судим только лишь детей, или мы судим тоже и педагогов. Мы судим выбор репертуара. Насколько педагог все-таки в их этом возрасте, естественно, что это не они сами выбирают себе программу, ну, по крайней мере, в младшей группе. Насколько педагог смог подобрать ту программу, которая показывает его лучшие стороны. Насколько он себя чувствует в ней удобно и уверенно. Насколько он сконцентрирован. Потому что есть люди, действительно, которые теряют просто на ровном месте, как бы. Не в тех местах, про которые мы все знаем, что, а, вот здесь можно потерять текст. А в которые просто человек играет, играет, и вдруг, оп, что-то происходит, и просто ни с того ни с сего вдруг заплывает. Но, по счастью, здесь у нас такое жюри, которое через это все равно может услышать талант и самобытность. И не считают они вот этих вот там неправильных нот. А, вот это минус балл, и это еще минус балл. Слава богу, у нас здесь как-то с этим... В основном следят за высказыванием, да? Музыкальным, человеческим высказыванием. Человек был слышен через то, что он делает, чтобы в звуке был выражен и характер произведения, и его собственная личность. Конечно, мы ищем это, в первую очередь. Индивидуальность так-то похожих, одинаковых. Не очень интересно. То, что касается нотного материала, были ли для вас какие-то интересные открытия, то, что вы не играли и даже не слышали такой музыки? Да, конечно. Очень хорошо, что Саша Романовский придумал это задание, вот какое-то, где они, конечно, не все, может быть, поняли, что имелось в виду, что они могли включить в это свое выступление любой набор инструментов, играть со своими коллегами, не знаю, танцевать, кататься на коньках. Но вот в рамках этого спецпроекта мы услышали очень много вещей, которые мы раньше не знали, сочинений авторов тех стран, которые представляли участники. И, в общем, это, конечно, всегда интересно, расширять свой горизонт. Теперь мы все вместе ждем гала, гала-концерт завтра, за дирижерским пультом Владимир Спиваков. Да, все билеты проданы, приходите. Спасибо большое, Катя, спасибо. Спасибо, Жильяна, очень приятно. До встречи в зале, спасибо. Катя Сканави, лауреат международных конкурсов, член жюри, вот так вот скромно удаляется. Пока.